Я все сформулировал, что мог. Теперь иди, значит, рассказывай про это. Ну, странно. Явно я написал лучше, чем в Эксфронт какой-то. Логично. Вот. Поэтому я про что хотел с вами поговорить? Мы будем сейчас больше отвечать на вопросы, конечно. Но я хотел поговорить про будущее. И это поэтому посвящена четвертая глава книги. У нас тут уже не первая презентация. Я про первую, про вторую рассказывал главу. Я хотел поговорить про будущее. Про будущее, которое нам необходимо для того, чтобы мы что-то делали. Потому что успех, в конечном счете, это результат каких-то усилий. Но если вы не можете построить долгосрочную стратегию, если у вас нет долгосрочного инвестиционного плана, то все, что вы можете приобрести, это два притопа, три прихлопа. Для того, чтобы у нас что-то, так сказать, прирастало, мы должны последовательно двигаться в направлении, совершенствуя свои навыки, формируя аудиторию, изучая ее вкус, ее реакцию на тот или иной продукт, который мы производим. Нам нужно очень много работы. Нужно много времени. А времени в этом новом времени нет. И его нет по целому ряду причин. Первая причина связана просто с тем, что нас стало очень много. Если вы посмотрите, начало, конец прошлого века, значит, мы, что-то были порядка миллиарда людей жил на Земле. Сейчас их живет под восемь, и последние каждые десять лет по миллиарду добавляются. За десять лет добавляется столько, сколько жило в предыдущие периоды. То есть это такая специальная кривая, которую Сергей Петрович Капица объяснял, что она, собственно говоря, приведет вот к этому такому странному параличу. Что такое много людей? Много людей – это же не просто много биомассы, что тоже правда. Мои шутки не проходят. Много людей – это много конкурирующих обезьян, которые друг с другом соревнуются в успешности. И если на кону технологические какие-то открытия и возможности, то это огромное количество людей, которые одновременно соревнуются в тем, чтобы их технологические разработки превзошли конкурентов. То есть вы представьте, какой уровень конкуренции был, когда железные дороги начинали строить. И представьте, какой сейчас уровень конкуренции. Какое бы вы сейчас ни придумали мобильное приложение с какой-либо услугой, это приложение уже есть. То есть мы находимся в конструкции, когда колоссальное количество людей имеет образование, что-то очень существенное. Потому что из того миллиарда, который был не так давно, образование имели считанные проценты. То есть это куча образованного народа, населения, которые соревнуются друг с другом в этом технологическом росте. И соревнуются державы в этом технологическом росте. И сейчас это же прямо как сводки с боевых действий. Доклады по итогам года, сколько научных публикаций сделала Китай или Средневные Штаты в рамках разработки искусственного интеллекта. И если я ничего не путаю, то этот год уже будет, что китайцы превзошли в Соединенные Штаты по количеству публикаций. Значит, условно говоря, мы имеем такую конструкцию, при которой совершенно непонятно, как можно выстроить стратегию жизни. Ну, то есть ее выстроить, конечно, можно. Но что из этого выйдет? Я все время шутил раньше, что любую медицинскую специальность можно заменить. Психиатры никогда. Ну, это у нас же все субъективно. Мы же там как-то... Как это все? Но выяснилось, что мою специальность первую закроют. Ну, вот. Потому что носологии у нас мало. А как ведет себя мозг психического больного, хорошо видно с помощью технологии функциональной магнитно-резонансной томографии. И в целом не нужно 10 лет обучаться в психиатрии. Ну, можно лечь в томограф. И он сам скоро будет определять и говорить, выходите, у вас вот ваш бутылек. И, да, поэтому невозможно предсказать, как будет происходить. Какие профессии будут востребованы, какие навыки будут востребованы и так далее. И из-за того, что мы... Ну, мы вроде бы стали нас это устраивать. Знаете, я пишу, кстати, об этом. В «Красной таблетке-2» был такой Элвин Тофлер, выдающийся футуролог. И он в свое время, если не изменяет память, это был 74-й год, год моего рождения. Он выпустил книгу, которая называлась «Футура-шок». Которая рассказывала, и в значительной степени очень точно он предсказывает то, что сейчас происходит. В разных аспектах. Ну, не все, но многое, в общем, совпадает. Но главная идея этой книги заключалась в том, что человечество испытает шок, столкнувшись с новыми технологиями. Оно не сможет переварить эти новые технологии. И это главная ошибка Тофлера. Потому что ужас состоит в том, что мы на технологии подсаживаемся так, как никто другой. Мы с такой легкостью интегрируем внутри себя. Слушайте, вас опознает ваш собственный телефон. Он видит вам, он смотрит вам в глаза. Вас ничего не пугает. Очень удобно. Раз. Да, вот. И там вот степень... Сейчас, когда начнутся эти машины, будут ездить на автопилотах. Это вот сейчас все говорят, что это страшно. Все полезут первые смотреть, а после этого дико инстаграммятся оттуда, прямые эфиры, и вы их держите семеро, вот, из этих людей. Вот. Нету этого футурашока. Мы, наоборот, очень быстро интегрируем в себя эти технологии. А эти технологии – среда, в которой мы существуем. А эта среда определяет то, какие мы на самом деле. И теперь вопрос. Если нам среда говорит, не думай про будущее, все равно не сообразишь. Мы начинаем жить с конструкцией, что не надо думать про будущее. А зачем? Какой в конце концов? Тут все, как бы... Ну, завтра запостим в инстаграм что-нибудь. У нас есть на завтра план. У вас есть план на завтра? Все должны иметь. Ну вот. А стратегического нету. В культуре сейчас, понимаете? В этой среде технологий, которые сменяют одна другую, с невероятной скоростью. Вот я... Ну, там, со мной что-то спорят с вами. Зачем-то. И, значит, вот переводчики. Значит, ну, я читаю кучу статей из всяких ведущих мировых журналов, как гугл-переводчикам. И я имею абсолютно, ну, не идеальный, но просто текст, который позволяет любые нюансы понимать. Да? Ну, понятно, что искусственный интеллект гугла, вот этот переводческий, он обучался на подобных текстах. Он не обучался на «эй-хэй», там, вот это вот. Они взяли Организацию Объединённых Наций, они взяли Совет Европы, они сочетали все тексты, то есть это конструкция, при которой есть тексты, идеально подогнанные по смыслу, значит, на разных языках. Они скормили это искусственному интеллекту, и он нашёл какие-то корреляции между этими большими массивами языковых данных, когда одно и то же сказано на разных языках. Ну, там в Организации Объединённых Наций и ЕС в целом приличные люди, поэтому он хорошо читает научные статьи. Если вы ему сгрузите, как бы, трёп в Инстаграме, то он, конечно, видимо, немножко... Но не пугайтесь, и он и это будет делать, он скоро с вами начнёт разговаривать в этом же самом Инстаграме. Я не шучу, но вот потому что то, что Фейсбук сейчас делает, он же делает, по сути дела, полноценную виртуальную реальность, в которой вы сможете общаться, вы можете иметь свой аватар, вы можете спокойно общаться в этой виртуальной реальности, там, перемещение, пространство, там, и так далее. И вот, ваши друзья будут там материализовываться. И он же нас к этому приучает. Если вы посмотрели новые смайлики, новые смайлики, которые вы делаете, вы можете делать свой аватар. Всё потянить, там, лёгкая небритость, волосы направо, волосы налево, там, и так далее. Люди, им весело, ха-а-а, сейчас, да, ну вот, дальше в виртуальной реальности, ха-а-а, то же самое всё. А потом ха-а, и то вообще тут хакает уже непонятно. То ли это машина с тобой разговаривает, то ли что прошло. Вот. Ну, короче говоря, вот это то, что мы не испытываем шока от технологического трансформации нас самих, культуры, общества, там, и так далее. Это очень плохой, на мой взгляд, симптом. Мы просто сдаём мышление просто очень быстро. То, что мы начинаем делегировать искусственным интеллектом технологиям способность убирать сложные интеллектуальные объекты, решать сложные задачи. Понимаете, вот, я так, лечь, ладно, всё, отвлекаюсь. Но я про это думаю. Ну, вот смотрите, вот будет IBM Watson машина. Ну, она есть, но она пока доктор так себе. То есть, там есть несколько направлений, в которых IBM Watson уже лучше людей диагностирует онкологию. Ну, представьте, что у нас есть машина, которая безошибочно определяет диагноз и безошибочно назначает лечение. И более того, она интегрирована в современные базы данных, и любые научные открытия изменений, которые происходят, она способна сразу интегрировать в алгоритмы своей терапевтической деятельности. Люди на опросе, мы их опрашивали, в 15% случаев готовы там верить искусственному интеллекту в медицинскую деятельность. Но когда вы узнаете, что в этой комнате сидит Мария Ивановна, значит, окончившая первый мед в 85-м году, вот, а вот здесь стоит компьютер Watson, который безошибочно ставит диагнозы, вы, конечно, про Мария Ивановна скажете, что она хорошая, возможно, вы даже пару раз к ней сходите, вот, поболтать за жизнь, вот, а диагноз будете получать там, где вам его будут давать, понимаете, и который давать сразу с лечением, а не то, что Мария Ивановна скажет, ну, нам еще анализы, нам еще пообследоваться, там, и так далее, ну, а я, ну, что можно сказать, массив данных вообще, представляете, с какими она имеет дело, с какими она должна иметь дело, она не может, ни один человек не может, я не могу, вы не можете, никто не может. Я, почему я про это рассказываю? Я про это рассказываю, да, что, соответственно, самое главное, про успех-то книжка, вы в курсе, нет? Вот, она про успех. И вот последняя глава говорит вам о том, что мир, в котором мы сейчас с вами оказались, делает все, чтобы вы не были успешными. Он создает мифологию успешности. Говорит там, ну, давай, там, эй, эй, руки в боки, значит, качнем тестостерон, визуализируем цели, победим всех на свете. Но на самом деле этот мир делает то, что у вас не было никаких побед. Потому что все, технологические гиганты все пожирают и правильно делают. Они, как бы, системно организуют процессы, чего ни один мелкий, как бы, организм, бизнес не сможет делать. Значит, соответственно, работа, непонятно, что делать. Он забирает интеллект, потому что вы сами передаете интеллект. Да? Ну, как много можно наделать без мозгов? Я сомневаюсь. То есть вот миф, в котором мы живем, он на самом деле говорит, слушайте, не будет успеха, он все уже в гуманитестей. И вот как-то только вы это осознаете, вы, может, способны испугаться, а когда вы пугаетесь, вы видите будущее. Потому что страх без будущего невозможен. И я рекомендую холодный душ. Контрастно холодный, я бы даже сказал. Вот. Потому что это действительно вырывает нас из этой общей успокоенности, такой вот нервности. Что-то все идет, идет, идет. Курпат выступает. Все, мы пошли дальше. Вот. И испугаться, пережить этот внутренний стресс от осознания того, что не только идея успеха является выдуманной, но и мир, в котором мы находимся, на самом деле нам успеха не предлагает. Наоборот, минимизирует шансы. Я больше того скажу. Есть ли успех, и я предлагаю тоже, наверное, посмотреть, рассматриваю не в каких-то таких объемах, чтобы быть там царем горы, поп-королем, поп-шмоб, всеми. А даже в обычном, когда вы будете говорить, что успешность – это ваша субъективная удовлетворенность вашей жизнью. Можно же такого человека назвать успешным? Я бы с удовольствием, любого бы, кто говорит «я вообще счастлив», я бы говорю «вот это успех». Ну, реально, вы же понимаете или нет? Или какой-то другой успех вы хотите? Вот. А, к сожалению, и вот этот второй аспект, который важно понять, значит, мы сейчас все входим в новую психиатрию. Вот есть информационная псевдотеперенность, есть цифровое слабоумие из ДВГ, есть просто цифровая зависимость как таковая. А что такое цифровая зависимость? Цифровая зависимость – это не просто, что у людей сформировался рефлекс. Цифровая зависимость – это то, что человек наедине с самим собой, ему становится скверно. И он пытается как-то убежать от самого себя в какое-то потребление информации. То есть встреча с самим собой стала для него отвратительной. И вот если такой человек как-то усмудрился стать успешным, я в панике, понимаете? Вот. И это, к сожалению, уже все рядом. Хорошие книжки я пишу, правда? Давайте хлопать. Вот. Сейчас я поотвечаю на вопросы. Только я сяду, потому что сил нету никаких. Друзья, поднимайте, пожалуйста, руку. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Приветствую вас также. Я знаю вас по курсу КТОнлайн. Спасибо вам большое за вашу работу. Я участница вот этого курса КТОнлайн. Вы видите Сашу здесь? Я вот поприветствую вас тоже. Я счастлива, что есть такая возможность москвичей. Вообще для людей, которые как-то не могут к вам на два месяца приехать. Ну, я стараюсь. Я сейчас расскажу, если хотите. Да, я очень хочу узнать ваши планы в дальнейшей программе. Будут ли там чертоги разума онлайн, троится онлайн. Вот в таком формате. Спасибо. Вы садитесь тоже, и я посижу. Я просто счастлива за то. Мне столько лет уже, у меня столкнулось с вашими книгами поздновато. Да. Я вас знала раньше. Хорошо. Я просто счастлива. Спасибо. Я отвечу. Значит, во-первых, мы уже, судя по всему, нашли здание в Москве. И в течение, видимо, там, четырех месяцев, там, полугода, может быть, сколько займет, там, как бы, ремонт и прочее, сможем уже открыть Академию Смысла в Москве. Неожиданно, вы меня пугаете. Я шучу, все, они молча сидят. Я говорю, откроем Академию Смысла, они радуются. Действительно, я долго сопротивлялся вообще каким-либо онлайн программам, потому что они не способствуют тренировке мышления. Тренировка мышления требует постоянного сопротивления другого человека, с которым ты вместе коммуницируешь. Если этого конструктивного такого взаимодействия нет, то, к сожалению, мышление не срабатывает. И Академия Смысла – это вообще система обучения мышлению. То есть это последовательный этап за этапом. Мы сначала зачищаем собственный набор собственных иллюзий, потом научаемся ощущать собственное мышление, как психический процесс в нас разворачивающихся. И после этого изучаем разные способы, в помощь которого это мышление может собирать интеллектуальные объекты. То есть это последовательный образовательный процесс, связанный с мышлением. Но, с другой стороны, каждый из книг, которые входят в серию Академии Смысла, каждый из этих книг имеет свою содержательную базу. И она внешне может казаться простой. И я вообще, мой талант, если так можно сказать, упрощать до, как бы, ну не до, но близко. Вот, да, и, соответственно, есть ощущение, что просто всё. Ну, раз, два, три, четыре, всё написано. Вот, и вот идея и задача онлайн-курса, который мы сейчас подготовили, она заключается именно в том, чтобы понять идеи красной таблетки на собственном опыте. Потому что там есть задания, там есть упражнения. Не те, которые будут в Академии Смысла, потому что они предполагают групповое взаимодействие. Вот, но это способ вот от такого поверхностного понимания, вполне естественного. Ну, то есть мы уже всё понимаем поверхностно сначала, а потом в опыте сталкиваешься. Это, знаете, как операцию какую-нибудь изучать, там же схема операции, ты сможешь такая схема, такая, пять десятых, ну, понятно, всё, тут кишку сюда, там, сюда, здесь закинули, здесь перевернули, всё, ну, понятно. А потом вы подходите к пузу, понимаете, чужому, и говорят, а теперь, а там ещё, знаете, было всё в картинках же, там всё, одна кишка зелёная, другая жёлтая, это синяя, там, открываете, а там всё, как-то нету колористики. Ну, да, поэтому по реальности она, с ней надо сталкиваться, и задача вот курса КТ-онлайн, он как раз состоит в том, чтобы идеи красной таблетки просто как бы через себя пропустить уже содержательно, и лучше их для себя понять. Само по себе, на мой взгляд, это имеет большое терапевтическое значение, вот, но я не уверен, что это сильно мышление не способствует. Вот, поэтому курс запущен, он есть, я скоро объявлюсь в социальных сетях, вот, но уже он идёт, есть сайт kt-on-line.ru, в общем, нехитрые аббревиатуры, вот, и, соответственно, вот, а почему я про всё это рассказываю? А, да, да, я вот по поводу, да, чертоги, чертоги разума мы обсуждали, вот, и, опять же, пока мы пришли к выводу, что невозможно, вот, но, видите, я, этот, поддаюсь, вот, я сначала говорю, никогда, никогда, вот, но потом чуть-чуть, так, если всё проконтролировать, то, на самом деле, очень хорошо сделанный продукт, мне, действительно, я с гордостью, как бы, за своих ребят, это все выпускники Академии Смысла это делали, и они его сделали, во-первых, просто очень качественным, во-вторых, очень умным, вот, с худшие куски мои, я всё время, я им могу сказать, это вот всё плохо, я сказал, вот, а они так всё подробно, ясно, понятно, это я всё хожу куда-то, брожу, зачем-то, значит, вот, а там с примерами, там, хуп-хуп, вот, да, всё, ответил, идём дальше. Спасибо. Андрей Владимирович, на такой вопрос, вы уже как-то упоминали о том, что проводятся исследования, как наиболее эффективно объединять людей в группы, ну, то есть, сколько там должно быть, грубо говоря, рефлекторов, инструкторов, центристов для оптимального результата, вот есть какие-то промежуточные результаты, потому что, я, например, подозреваю, что если двух рефлекторов объединить в пару, да, что-то мало чего будет, но результат, оно будет весело, вот, пожалуйста, как-то расскажите про промежуточные итоги, спасибо. Значит, ну, промежуточные итоги пока очень нехитрые, значит, промежуточные итоги, и если у вас в коллективе преобладают представители одного типа, неважно, рефлекторы, или это коллектив, который состоит только из центристов, это и коллектив, который состоит только из конструкторов, то, к сожалению, эффективность их работы будет очень низкой. Вот, и сейчас я пока, поскольку действительно исследование идет, мы это исследуем на большом количестве команд, где можно объективно замерить эффективность этих команд, вот, конечно, два человека – это не коллектив, вот, да, надо понимать, что коллектив – это, вот, условно говоря, наш первый слой Данбара, это как минимум пять человек, да, вот, или пять-пятнадцать человек второй слой Данбара, вот, это уже коллективные организации, вот, и измеряется отношение, как бы, вот, общего уровня, центризма, конструкторства и рефлекторства, ну, надо на больших выборках, вот, на больших выборках, там происходит, они друг друга, разгоряченный рефлектор окунается в холодного конструктора, вот, потом отогревается теплым центристом, и, в общем, там все, как бы, и они так ныряют, эти там едут, в общем, короче говоря, вот, вот, единственное, что сейчас понятно, что, вот, один и тот же тип, вот, он характерен представителям одного и того же, и это главная проблема, потому что, когда вы собираете коллектив, вы хотите сделать, чтобы были люди, как вы, даже оптимальные, да, чего брать вот этих всех странных, вот, хочется, так что в каком, ну, и можно, да, и дальше, вот, получается, что конструкторы подбирают себе конструкторов, значит, ну, рефлекторы, они в целом не подбирают, там, как надо, чтобы просто зашло, вот, центристы подбирают себе центристов, и в результате такого подбора, такой селекции, эффективность производства, и, может быть, там и неплохо, то есть конструкторы сидят, каждый, никто никого не беспокоит, каждый что-то там себе думает, у него мысли, ему интересно, вот, зачем это, это мы пришли еще с вопросами, вот, центристам тоже, дружеских, компания, и так далее, вот, но для дела не очень хорошо. Здравствуйте, Андрей Владимирович, в первую очередь хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы делаете, это, ну, я бы сказал, бесценно, вот, я очень рад, что столкнулся с этими знаниями довольно рано, и что у меня есть возможность их применить, так скажем, вот, и вопрос такой, что же вы посвятовали вот три главных совета для молодого поколения? Значит, советы будут очень простые, вот, в частности, они здесь сформулированы, правда, в разных главах, это не сделано одним пакетом, но, значит, первый это цифровая идея, значит, это набор последовательных действий, который освободит вас от зависимости от гаджетов. Вторая вещь, которая необходима, это социальное взаимодействие. Значит, не такое социальное взаимодействие, при котором вам кажется, что вы с кем-то взаимодействуете, вот, потому что, когда вы, например, общаетесь с кем-то в социальной сети, у вас есть четкое ощущение, что там живой человек, вы с ним общаетесь, там, и так далее, правда состоит в том, что если я заменю его на искусственный интеллект, вы не заметите. Значит, он просто должен быть достаточно хороший. Значит, эти все люди, с которыми вы общаетесь в социальной сети или где-либо, когда вы не взаимодействуете с ним напрямую, вы, ваш мозг просто генерит фантазии, вот, которые мы принимаем за реальность, а у него все, фантазии просто где-то поближе к реальности, а где-то совсем далеко. Вот, да, поэтому второе – это эффективная социальность, то есть, когда вы непосредственно взаимодействуете с другими людьми, находите способность их реконструировать, находите способность доносить свои мысли так, чтобы они были понятны и приняты собеседникам. Это вот социальность и коммуникативность – это вторая важная вещь. И третье – это мышление как таковое, значит, ни к чему дальше не будет иметь такой ценности, как способность соображать. Значит, потому что какую бы профессию вы сейчас не осваивали, она или радикально изменится, или вообще исчезнет. Вот. Это не значит, что не надо учиться. Учиться надо, потому что это просто один из способов заставить мозг увеличить объемы своих ресурсов, будущих расчетных мощностей. Я очень мало помню из медицины сейчас. Но то, что мне пришлось разворачивать такой сложный интеллектуальный объект в своей голове в свое время, во время обучения, во время последующей практики и так далее, создал этот сервер, на котором я сейчас могу развернуть очень большие интеллектуальные объекты другого содержания. Вот. Поэтому, да, и главное, что это будет навык, понимаете, сейчас что будет происходить. Сейчас вам уже про это не рассказывают, но это правда. Значит, есть все эти огромные компании, прекрасные, которые создаются, скупают бесконечные всякие сервисы, скупают всякие фрактапы, и так далее, и так далее. Ну, в основном, это компании большой четверки, так называемые, цифровой, там, и Google, Facebook, Amazon. Вот. И у них там, значит, они скупают. Но проблема состоит в том, что все это скупается, пока все же очень торопятся, потому что все очень боятся, что у кого-то будет технология, которая будет на порядок успешнее, чем у всех остальных, и в этом случае, как бы, можно, так сказать, мощно выступить, короче говоря. Вот. И это прямо такая война. Вот. И все это плохо интегрируется. Ну, то есть, та картинка, которую вы видите, она интегрируется пока неплохо. Ну, вот. То, что вы видите на интерфейсе. Но внутри эти системы, конечно, неплохо интегрированы. Базы данных плохо интегрированы. Там разные подходы к созданию архитектуры созданы. Там и так далее. И вот это где-то совершенно устаевшие какие-то работают блоки, которые никто не помнит, как они работают и не знают, как заменить. А писать новое не знает, потому что тоже что-нибудь еще не так. Да вот. И будет очень много, очень высокая потребность в людях, которые будут способны как бы удерживать в голове всю сложность подобных систем и находить решения, находить людей для того, чтобы их туда регенерить и так далее. Поэтому очень просто. Цифровая гигиена, социальное взаимодействие и развитие мышления. Добрый вечер. Я случайно поеду попал сюда. Ваши три книги я читал еще в прошлом году в Алмате и я случайно приехал в Москву и опять же случайно потом на Ваши шаги. Мы знаем, если вы читали книги, что ничего не случайно. Если какой-то доктор пишет какие-то книги, то их точно кто-то читает. Если этот доктор еще проводит встречи с читателями, то будучи читателем можно встретиться с доктором. Это вполне себе закономерные процессы, но вами они субъективно воспринимаются как случайные. что я успел именно в эту дату в 12-й годы. Да. С нашей точки зрения личной всегда мы считаем, что... Это ванна книга, что у вас было. Да, это было. Красные доветки. Так? Запрос. Запрос насчет Вашей третьей книги «Троица». Она интересная, более практичная, наверное, для человека в плане советов всяких вы описываете три... Опять же, я год назад читал, я, может быть, что-то сейчас неправильно разъясню, но объясню со своей точки зрения, что три базовых, может быть, инстинкта, которые вводят какую-то доминанту в человеке и из этого становится... Все правильно говорите? Давайте спрашивать. Да. И теперь вопрос. Есть научные публикации, предположим, они довольно сложно читаемые для нас, для людей, которые не в этой области. Но нам охота получать, как вы сказали, что нужно думать о будущем. В таком случае нужно следить за технологиями, а они достаточно сложны и нужны люди, которые преподносят эту информацию более присутствовать. И из-за того, что эта книга была написана психологом, мне интересна из ваших уст еще дополнительная информация, которую бы вы посоветовали, чтобы ознакомиться как раз таки с помышленными может быть, публикациями, где эти три инстинкта... Описано, что эти три инстинкта как раз приводят к таким вот различным поведенческому модели, наподобие. Может быть... Извините. Вы в книге еще говорили о российских, советских и так далее психологах. Я уверен, что такие же научные работы проводят еще не связанных в университетах и так далее. И желательно из них тоже принадлежат. Такие же компликации может быть или научно-поподобная интерпрома. На самом деле понятно, что любая классификация носит задачу упрощения нашего взаимодействия с реальностью. Потому что реальность организована действительно очень сложно и куча всяких разных отвлекающих факторов, которые не позволяют нам увидеть суть происходящего. Поэтому всегда, когда мы находим какой-то хороший концепт, который позволяет схватить реальность в такой сборке, которая продуктивна для каких-либо целей, это большая находка. Если мы говорим про Троицу, то понятно, что там базовые это, конечно, наши инстинктивные потребности, биологически интегрированные, генетические определенные потребности. Понятно, что у всех людей они разные, в зависимости от того, как там, условно говоря, карта генетическая легла у кого-то побольше, у кого-то поменьше тех или иных каких-то внутренних потребностей. Эти внутренние потребности потом обвлекаются в какие-то психологические формы, и, соответственно, это поведенческие формы, и, соответственно, мы видим несколько рисунков поведения, которые предполагают, на самом деле, самое важное это в книжке. Не то, что эти люди ведут себя по-разному, Бог знает, кто как себя ведет, уже перестали все себя вести, честно говоря, вот, черт знает, что происходит. А как они видят мир, и как они конструируют его для себя. Главная идея этой книги «Троица», она состоит в том, что эти три типа вообще используют разные как бы мыслеформы, если хотите, мыслеобразы, разные способы интеграции информации о мире. Вот. И главная фишка, что мы изучаем на «Троице» в «Академии смысла», когда мы проходим третью ступень, что это три разных способа, каждый из которых является дополнительным к другому, и все они три могут быть вами использованы. Да, от рождения вы больше кто-то, вы и тот, и другой, и третий, но больше кто-то, какой-то есть ведущий, все равно у вас радикал. Там, центристский, рефлекторский, конструкторский, неважно. Вот. И, но когда вы обучаетесь другому способу видеть то же самое, вы обогащаете тот интеллектуальный объект, который вы создаете по поводу этого аспекта реальности. Вот. И, ну, это уже практические вещи. Их, как бы, на самом деле «Красная таблетка-2» значительно более практична, чем «Красная таблетка». Вот. Здесь есть упражнения, здесь есть инструкции какие-то, здесь есть правила, там, и так далее. То есть, он значительно более... Потому что это уже вещь прикладная. Я рассказываю о конкретных вещах. Вот у вас есть желание стать успешным, что и с чего это складывается, как мозг это делает. Ну, как бы, я могу давать правила. Я не могу давать правила в книжке или рекомендации в книжке, в которой просто рассказывают, что сознание нас дурит. Ну, как бы, и какую рекомендацию сделать. оно все равно будет продолжать это делать. Вот. Да. И, ну, я надеюсь, что, вот я сейчас собираю много материала по творчеству, ну, творчество в таком широком смысле, интеллектуальное, не маневатзен там, игратзен, а вот, с умом. вот, и, да, и сейчас много есть исследований как раз современных, нейрофизиологических, где сравниваются креативные мозги с некреативными мозгами. Мы уже видим там специфические корреляции. Вот. Я сейчас все это, как бы, я осмысляю, и занимаюсь, и советуюсь. Вот. И, там, следующая книга, если все будет благополучно, она будет посвящена как раз практическим каким-то вещам в приложении к чертогам разума. Вот. Поэтому, а по поводу исследований, которые вы говорите, значит, действительно, сейчас много достаточно публикаций, которые, как бы, значит, если так совсем грубо говорить, значит, вообще у конструктора ведущей системы из трех базовых является центральная исполнительская сеть, которая привлекает сознание для решения любой жизненной ситуации. То есть, абстрактные теоретические знания всегда конструктором используются, прежде чем он делает вывод. Вот. А рефлектор пользуется базовой сетью выявления значимости. Значит, сеть выявления значимости, как мы теперь знаем, существенно захватывает именно подкорковые структуры, которые позволяют определить значимость чего-то вовне в соответствии с моей потребностью. Значит, и, соответственно, дефолт-система это, как бы, такая приоритетная часть центриста. И, соответственно, сейчас есть много исследований, где они показывают, что люди с преобладанием соответствующих систем активностью демонстрируют разное поведение. А самое и вот как раз схожее с тем, что мы здесь описываем это. Но самое забавное это то, что последние исследования, в частности, Бени, это Пенсерванский университет, я про это рассказывал в Красной таблетке 2, кстати, и там есть исследование. Он как раз показал, что у креативных людей одновременно включаются все три системы, хотя они на самом деле являются антагонистами. То есть, все, что я все время говорил о том, что у вас есть разные способы сборки, у вас есть разные системы, которые обуславливают эту деятельность. Сейчас мы видим, и я вам говорю, давайте научимся собирать интеллектуальные объекты, используя все три системы одновременно. И сейчас мы точно знаем, что так и есть. Они исследовали креативных людей, писатели, которые имеют премии международные, которые грэмми имеют, музыканты и так далее. То есть, это не просто талантливые, а еще и по-настоящему успешные люди, что говорят о реальной креативности, потому что как вы понимаете, недостаточно таланта, чтобы получить премию. Надо еще знать конъюнктуру, надо понимать систему отношений и так далее. Ну, премию, вы понимаете, как дается. стоит. Поэтому, да, в общем, и книжку мог написать, и премию получить. Точно недураки. И вот у них как раз три системы работают, и это вот мы на Троице обучаемся как практиками объединения этих интеллектуальных стратегий. Спасибо большое, дорогие друзья. У нас, к сожалению, время презентации ограничено. Еще два вопроса, а мы перейдем к автограф сессии. Пожалуйста, короткие вопросы. Андрей Владимирович, прежде всего, спасибо вам огромное за организацию встреч. Вопрос такой, в современном мире все-таки, ну, для очень многих людей самую главную роль в успехе играет все-таки финансовая составляющая, и как так с психологической точки зрения получилось, что деньги встали на первый план. Успешен тот, у кого больше денег, а не тот, у кого счастливая семья. Вот с точки зрения общественного мнения, как так получилось, и все-таки может ли что-то другое заменить деньги в формировании успеха как такового? Спасибо. Ну, понимаете, деньги вообще очень физиологическая вещь, как это неудивительно. Значит, если посмотреть на то, каким образом наш мозг реагирует на получение и отдачу денег, то вы увидите, что он затрагивает самые базальные центры боли и удовольствия. Значит, когда вы расстаетесь с деньгами, у вас активизируется физический центр боли, то есть, если вы собрались много потратить сначала анальгетики, потом тратьте. Я не шучу. Ну, я не рекомендую, но я серьезно. Вот. Да, поэтому это очень мощно и просто. такой психологический фактор. Вот. И он у нас сцеплен с институтом самосохранения, потому что удовольствие и боль это главная составляющая института самосохранения, понятное дело. Вот. И вы чувствуете себя в опасности, когда у вас нет денег, вы начинаете тревожиться и суетиться. Вот. Как только деньги с вам приходят, вы гуляете, ванина, да? Сегодня можно все. Вот. Поэтому это очень биологически просто существенная вещь. Вот. Исследования про Брайаном Кнутсеном были проделаны, это замечательный нейропизиолог американский. Вот. не впечатление, как деньги на наш мозг. Вот. Потому что действительно его реакция на это дело очень мощная. Вот. Да. деньги, да. Проблема сейчас состоит в том, что это не проблема, а значительность надо понимать, что просто деньги вообще были всегда сопряжены с властью. Значит. И это с самых давних времен, потому что воевали наемники не одно государство. Ну, назвать это государствами эти княжества или какие-то там мелкие общины сложно. Да вот. Но они воевали, за них воевали наемники. Понимаете, если у вас есть деньги, вы можете купить безопасность. Я уже не говорил про хлеб и там прочие все вещи. Вот. И спасти жизнь. Поэтому деньги в этом смысле еще очень органично встроились в культуру. Вот. И они в значительной степени потом определяли политику. Вот. Особенно с учетом того, что Соединенные Штаты это страна, в которой не было никакой аристократии. У них не было другой мерки для определения политического влияния, кроме денежной. Вот. Это у нас там могла быть какая-то еще у нас цари были там и прочее зачем-то. Вот. Ну, как бы там ни было, сейчас это будет меняться. Вот. Ну, странным образом. Значит, во-первых, вы сами все меньше и меньше понимаете, как вы тратите деньги. Вот. Они просто куда-то исчезают. Вот. Вы формируете подписки, вы формируете там. И дальше это будет все. Будет еда по подписке, разведение по подписке, там, не знаю, что еще можно по подписке выдать, все будет. вот. Это вообще, то есть, деньги все, скоро исчезнут бумажные деньги. Никому это гримать я не нужна. Все перейдет абсолютно в цифру. Вот. Будет изменение, понимаете, они уже по-разному ощущаются. Если я вас попрошу сбросить мне на сбеж 100 рублей, и если я попрошу дать вам, вас, дайте мне 100 рублей, дать 100 рублей вам будет тяжелее, чем сбросить мне по телефону или на карту. будет меняться, потому что, ну, наш мозг-то животный, тупой, ему, как бы, сказали, там, что-то полетело куда-то. Вы же не ощутили, не плюс, не плюс. Это бумажку забрали, моя была. Да. Да. Поэтому это будет меняться. Ну, и плюс будет, конечно, фундаментально меняться расслоение общества, потому что будет гемогенез. Гемогенез. Господи, я уже... Да. В общем, короче говоря, будет... Ну, в общем, будет все однородно, да, вот, и будет другой слой, где будет совсем по-другому. Вот. И тоже не будет такого сравнения. Ну, я люблю сравнение, в какой-то книжке я вычитал какой-то, детский пошутил, говорит, если вы сравните, уподобите состояние Белогейца состоянию среднего американца, вот, то и уподобите их росту, то рост Белогейца американцев будет такой же, а у Белогейца будет рост до Луны. Ну, вообще то, что невозможно представить, да, вот, с учетом того, что за последние лет пять этот разрыв еще увеличился, я думаю, где-то на треть, вот, то до Луны и, как бы, дальше. Вот. Да, и это расслоение будет происходить, и деньги в этом смысле перестанут играть, ну, вот, прежнюю роль. Какую, я сейчас не скажу, ну, вот, но вероятность того, что будет введен безусловный базовый доход, вот, который позволит сводиться с концами любому человеку и будет поступать ему на карту и также с этой карты списываться, вот, за какие-то, за его потребления, это будущее вполне реальное. Василий Владимирович, у меня такой вопрос. Что Вы делаете насчет миграции для молодых людей до 30 лет? Ну, я, я честно скажу, я, я вообще, к миграции отношусь без восторга, вот, по моей логике, где родился, там и пригодился, вот, если у себя не можешь пригодиться, вероятность того, что ты пригодишься где-то за рубежом, так себе идея, вот, поэтому, ну, это мое, мой подход, я просто, понимаете, много дел имел с последствиями неудачной миграции, вот, потому что, ну, возникают всякие разные невротические состояния, возникают там личностные кризисы серьезные там и так далее, вот, ну, плюс надо понимать, что, когда Вы мигрируете, я могу понять людей, которые, вот, бегут с Ближнего Востока, откуда-то, из Пакистана, откуда-нибудь, из Бангладеша, где, в общем, реально ужасное существование, бегут в Европу, но они, например, бегут не ради себя, никто из них, все из них готовы в самую работу, в заничтожные деньги, только чтобы дети смогли ассимилироваться в этой культуре, вот, вообще, эмиграция, она делается для детей, вот, если Вы эмигрируете для того, чтобы, готовы пожертвовать своей жизнью, для того, чтобы Ваш ребенок гармонично интегрировался в чужую культуру, вот, но Вы тогда будьте готовы на эту жертву и дальше без претензий, с пониманием, что в 18 лет он может сказать спасибо большое за такую прекрасную интеграцию в меня, новую культуру, до свидания. Продолжение следует, Андрей Куркатов.